Свистать всех наверх! Большие и маленькие любители крупных калибров! С вами сегодня Александр Петров и хочу рассказать приятную новость для всех тех, кто интересуется советским флотом. Дело в том, что с 19 июля по 31 у вас будет возможность выполнить ряд боевых задач и многераду за это получить совершенно бесплатно, не вложив в морской ни рубля, это советский линкор пятого уровня под названием Октябрьская революция. Но на этом официальную часть, я считаю, закончена. Теперь давайте поговорим о том, что же будет происходить на самом деле при выполнении этих задач. Значит, давайте начнем с линкора. Есть у нас в игре линкор четвертого уровня, называется Николай Первый. Это, в принципе, одноклассник Октябрьской революции, которая раньше уже называлась Гангут. Вот. Но вот эта вот Октябрьская революция, она все-таки послужила свое, защищала там Санкт-Петербург от немцев и так далее и тому подобное. То есть корабль был, в общем, боевой, в отличие от Николая. Николай просто строили, 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 достроили и списали, в общем, на слов. Октябрьская революция воевала. И в связи с этим на нее были поставлены некоторые модернизации, как и ПВО в основном, так и всего остального. Вот. Конечно, все эти корабли строились еще в царские времена. И после революции, а уж тем более за приходу уже Второй мировой войны, безнадежно устарели. И даже несмотря на попытки как-то модернизировать, военачальники прекрасно понимали, что воевать с реальным противником, с кораблями на этих аппаратах невозможно. То есть, ну, настолько разные эпохи кораблестроения, что для этого корабль не годился. Но корабль годился для чего? Для того, чтобы стрелять из своих мощных орудий по наступающим немцам и, соответственно, более-менее как-то там сбивать самолеты. Вот. Соответственно, примерно вот того же времени приходит нам Октябрьская революция в нашу игру. То есть, когда она уже была во Второй мировой войне, с соответствующими установками ПВО и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, в любом случае корабль все еще остается старым императорским линкором со всеми его минусами. Минусы какие? В первую очередь, он замечательно горит. Да, он будет, да? Чего? Горит замечательно. И это лично мой минус, который меня очень бесил. Это авианосцы, которые просто делали с Николаем все, что угодно во всех плоскостях. Они на него и бомбили, и торпедировали, и так далее. Потом, к счастью, авианосцы понерфили. Но Николай все равно потихонечку продолжал от них страдать. Потому что ПВО на нем было примерно ноль. Далее, что еще было существенной проблемой. Существенной проблемой, конечно, были орудия, которые, с одной стороны, вроде как бы мощные и хорошие. Но, с другой стороны, обладал очень долгим КД Николай. А Тябрьская революция будет иметь калибр 305 мм на пятом уровне. В то время, когда практически у всех линкоров 356. Ну, 305, по-моему, у немцев будет. Кайзер, если не что. Ну, вот, в любом случае, очень слабый калибр. Но для того, чтобы, представляете, там по крейсерам более-менее еще и никуда годится. А вот для того, чтобы к линкорам уже прям совсем не очень. Соответственно, проблемы с ПВО, несмотря ни на что, остаются. Остаются они почему? Ну, потому что корабль, в отличие от Николая, который бросает на четвертый и пятый уровень, а третий, будет бросать с пятых по седьмые. Соответственно, как вы понимаете, если на седьмой уровень к какому-нибудь там Хирю попадает такой чудесный корабль, Хирю делает «уф-уф-уф-уф-уф», какая вкусняшка, 50 тысяч до магии плывет. И просто изо всех сторон, со всех мест, этот, этот октябрьскую революцию, у нас сейчас не 18+, да? Ну, в общем, утюжит. Вот, хорошие слова, даже не мать. Вот, поэтому большие проблемы, конечно, она будет испытывать. Раз. А вторая большая проблема, то, что у нее орудие, как я уже говорил, малокалиберное и с очень малой дальностью стрельбы. Несмотря на то, что с Николаем их подкрутят, по сравнению, они будут стрелять чуть дальше, но на седьмом уровне есть линкоры, которые стреляют уже практически на 20 километров, а у нас будет там чуть больше, если я не ошибаюсь, там в районе 15 плюс мин. Ну, не суть важно. Короче, мало. То есть, на халяву, как мы знаем, компанию Wargaming, подытоживаю все лучше сказанное, компания Wargaming ничего хорошего на халяву не дает. Ну вот. Придется, друзья, поработать. Что вы ради этого получите? Вот, получите это. Что надо будет сделать? Давайте поговорим об этом. Есть четыре боевых задачи. Задача номер один. Победить в 50 боях и нанести 300 тысяч урона линкорам противника. Вроде как бы 300 тысяч урона линкора можно набросать там за 3-4 боя. Ничего сложного. Но вот победить в 50 боях, что для этого нужно? Для этого нужно как минимум сыграть, ну, хотя бы 100 боев. Да? При средней статистике 50%. На каждый бой у нас уходит порядка, ну, 20 минут, если учесть, что мы там еще более-менее загружаемся в бой, идем там попить чай и так далее. А в день мы можем сыграть, не знаю, 3 часа в день, это 9 боевых, 10. То есть, соответственно, нам надо будет хорошенько так задротить в течение 10 дней. А, кстати, будет проходить акция с 19 по 31 число. Настя, готовься. Будем задротить как следует. В общем, порядка 3-х часов каждый день надо будет посвящать кораблям. Друзья, если хотите себе революцию, помните об этом. Следующая боевая задача. Потом сделать 30 тысяч свободного обычного опыта белого. Но это, в общем, небольшая проблема. При победе там в среднем по 500, там, тире, по 1000, по полутора можно брать опыта. Так, вот, это можно сделать, там, скажем, за 50 боев. Это вообще вот так вот запросто можно сделать. Плюс настрелять 300 тысяч урона по эсминцам. Это, давайте подумаем на минутку. Если у эсминцев в среднем 10-15 тысяч хп, и это значит, что нам надо будет уничтожить порядка 30 эсминцев целиком. А это, друзья, еще, знаете, сложнее, чем сыграть 100 боев на самом деле. Следующая боевая задача. Выбить 50 цитаделей и нанести 300 тысяч урона крейсерам. Ну, ничего, сложно. Все вроде как просто. Четвертая задача. Набить сколько-то нагородных лент. Там порядка то ли 1000, то ли 3000. Ну, в общем, суть важна. Это тоже несложно. И сбить 100 самолетов, что, в общем, тоже полная ерунда. Короче говоря, самая-самая западлюка, которая нас ждет, это, во-первых, 50 побед, а, во-вторых, 300 тысяч урона по эсминцам. Это, наверное, даже будет сложнее, чем 50 побед. Поэтому, друзья, если вы хотите получить себе такой сомнительный приз, на мой взгляд, сомнительный, то вам придется хорошенько попотеть, будьте готовы. Давайте порассудим, на чем лучше все это дело проходить. Ну, по линкорам, понятное дело, проще всего, наверное, с линкоров работать. Ну, и выбить 300 тысяч урона с линкоров, это не проблема. На эту задачу можно вообще внимания не обращать, если бы не 50 побед на бою. Вот следующая задача, она, конечно, посложнее. Именно вот по эсминцам. Вам надо будет тогда, наверное, играть, скорее всего, на крейсерах или на каких-то эсминцах, которые умеют хорошо пострелять. Соответственно, выбить цитадель и будет, наверное, на крейсерах тоже попроще, чем на эсминцах. Крейсер с крейсера, возможно, вам понадобится какой-нибудь британский крейсер для этого, у которого есть дымы и хороший кап. Ну, а по авианосцам британский крейсер, кстати, тоже подойдет. Уже 100 самолетов там за 100 боев, я думаю, как-нибудь уж он собьет. В общем, друзья, готовьтесь. Приз сомнительный, но, как говорится, не только уж и ради приза. Приз, может быть, и не тащить, зато с другой стороны штука редкая. Вот такие дела. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся с вами на Фарме Революции. Пока-пока. Пока.